Добрый день, дорогие друзья. Здорово, Федя, здорово. Мы друзья, поэтому можем вступать, начинать. Это Фёдор Макаров, мой друг, сценарист, участник Школы Человек Будущего, Homo Futurus, и самое главное, редактор книги «Национальная идея России», генератор будущего. Да, а я поясню, кто не знает, что мы в гостях у знаменитого психофизиолога, писателя, художника, поэта и так далее, Хосая Магомедовича Алиева. И мы готовимся к работе над большой книгой под рабочим названием «Книга Хосая». О, «Книга Хосая». Да, и в связи с этим у нас есть некоторые вопросы, которые нам сейчас Хосай Магомедович любезно прояснит. Ты будешь писать книгу, которая будет называться «Книга Хосая», то есть, как это будет выглядеть? Ты автор книги. Хороший вопрос, как это будет выглядеть. Вот поэтому у меня и есть некоторые вопросы к вам, чтобы прояснить, как это всё будет выглядеть. Вот наша совместная с вами работа над этой книгой, естественно. Давайте вот тогда мы начнём, сразу будем брать «Быка за рога», что вот в этой книге, что в её составе будет входить. Вот как вы считаете, вот такой вопрос, сколько на сегодняшний день вообще существует приёмов метода ключа, или, скажем так, приложений к методу, и какие из них, вот новые или, может быть, классические, модернизированные, вы бы хотели обнародовать в новой книге, вот в большой книге, в последней. Она будет, что, как методическая, ты полагаешься? То есть, она целью какая? Ну, чтобы человек прочитал и научился, да? Или прочитал и узнал, или что? Вот цель книжки. Ну, я думаю, что это будет какой-то научно-популярный вариант. Ну, я думаю, что, конечно, чтобы прочитал и обучился, ну, как и… То есть, это о методе, или это будет книжка, или там о творчестве? Это книжка о вас и о вашем методе. Обо мне и о… да. Ну, а там будет вот, что я, картина, вот «Девушка с дудочкой» там нарисовал, там, или ещё… По-обязательному. Да? Ну, да. Почему нет? Понятно. То есть, там, кроме приёмов, о которых ты спрашиваешь, будут ещё и информации о том, как я думаю про творчество, то есть, приёмы для творчества, да? Чтобы снять шаблоны, стереотипы, страх перед рисованием или там перед любой творческой деятельностью, председатель. Ну, давайте мы так пойдём, с самого начала, сколько всего приёмов, вот всех, которые вы придумали, изобрели у метода ключа, примерно, как вы думаете, вы считали их, сколько их? Ну, это… это бесконечное количество. Дело в том, что там же идёт счёт базовые приёмы, базовые приёмы. Это идеорефлекторные приёмы, это, например, ключевой стресс-тест, упражнение «полёт», ну, левитация руки, потом идиомоторные движения пальцев, идиомоторные движения головой, идиомоторные движения корпусом, разворот корпуса. Ну, там много может быть, ну, базовые, там как раз-таки ключевой стресс-тест, потом, значит, приём левитации, палец хаджимурада, потом шалтай-балтай приём. Сентрогимнастика. Да, он как бы одновременно, если в маленькой дозе это будет к синхрогимнастике относиться, то есть шалтай-балтай, там, как к 50 грамм для храбрости, если делаешь, допустим, полминуты, минуту, да, а если делаешь долго, вот если ты одну минуту делаешь, это к синхрогимнастике относится, к раскрепощающей, а если делаешь долго, это уже будет не 50 грамм для храбрости, а как бутылка, да, обнуление, там выходишь уже на состояние, когда снимаются все стрессы, страхи, на самое себе, когда человек выходит, состояние между сном и бодрствованием, нулевое состояние, когда уже мысли не сопровождаются эмоциями, разделение, условно говоря, двух половин мозга, когда ты вроде бы и свидетель событий, и его участник, и отрешённость эмоциональная, созерцательность, которая бывает иногда в момент сильной задумчивости или в момент усталости, ну, между сном и бодрствованием это состояние, ну, вот это вот уже, если делаешь долго, это зависит от дозы, то есть, если длительное применение приёма повышает его интенсивное воздействие на регулирующие функции психических процессов, то доза большая получается, если долго делаешь, как и лекарство может быть, и ядом, и лекарством, оно зависит от дозы, да, поэтому синхрогимнастика – это приёмы короткие, а базовые приёмы ключа, они могут зависеть от того, какая цель. Вообще надо вот о чём сказать, что приёмы – это инструменты, инструменты многоцелевого назначения, и поэтому они не цель. Вот когда человек читает книжку, он должен, в первую очередь, понять, что это не цель. Цель – это найти себя, открыть свои даже скрытые таланты и способности, реализовать себя, как своё творческое начало. Чтобы войти в это состояние, да, которое… Нет, вообще цель, цель всей книжки, я так полагаю, что не приёмы, а приёмы для того, что человек, прочитав книгу, мог открыть себя. И не просто открыть себя, а открыть себя именно с той позитивной стороны, а позитивная сторона – это творческая сторона, то есть открыть себе творца. То есть по существу, я абсолютно убеждён, нисколько не сомневаюсь, это уже доказано многими и статьями научными, и конференциями, и прочее, когда человек занят любимым делом, оно же совпадает с его талантами. И поэтому в любимом деле он одновременно и работает, и отдыхает. И поэтому, когда человек находит, открывает себе вот эти способности, таланты, и начинает их у себя раскрывать, развивать, ищет жизни, использование вот этого своего природного предназначения… – То есть подобрать ключ к себе. – Подобрать ключ к себе, да. – И для этого существует много разных приёмов. – Много разных приёмов. – И каждый выбирает свои. – Да. И там поэтому, в ответ на вопрос, какое количество этих приёмов, там можно сказать, что мы с помощью этой книги должны человека привести к пониманию, что приёмы он может создать себе сам. А эти все приёмы, которые там даются, да, вот базовые приёмы, ключа, приёмы синхрогимнастики – это примеры, с помощью которых, потренировавшись на которых, он начинает понимать основные принципы и правила индивидуального подбора для себя приёмов, которые он может сам придумать или взять из физкультуры, из йоги, из других методов самосовершенствования. Жизнь же так человек и делает. Он из йоги взял эти упражнения, там из медитации взял другие упражнения, из цигуна взял третье упражнение. Ну что ему подходит, он же так подбирает. – За то, что и школьники развивают, да, из вашей школы человеку будущего? – Да, да, то, что у нас, да. Это принцип как раз-таки подбора, индивидуального подбора на себе своих приёмов, которые в зависимости от продолжительности применения в момент их использования могут быть то раскрепощающими, открывающими энергию, бодрящими, включающими, стимулирующими, то могут быть ослабляющими, затормаживающими, успокаивающими. – А вот, скажем, формула ФА или синхронасос, ну, ваше последнее изобретение, которое вы даёте на закрытых вебинарах, то есть не всем, да, информация? – Ну… – Можем ли мы их описать тоже, рассказать про них в книге? – Конечно, я прямо сейчас могу сказать, надо? – Ну, пожалуйста. – Формула ФА – это формула, это символ, который ассоциируется с тем, что критерием подбора упражнений является скорость автоматизации начатого действия. Формула автоматизации. Формула ФА. – Допустим, я хочу себе создать приём. Я беру, допустим, вот такое движение, такое движение, да, и вот это движение, как быстро у меня автоматизируется? Если я делаю его, думаю о своём, вот пустил мы себе поток свободного сознания, я одновременно делаю это упражнение. Да, человек, вот я уже забылся, и я повторяю на автомате. Вот прошло, допустим, 10 секунд. Вот по формуле автоматизации начатого действия, я понял, что 10 секунд автоматизируется это действие, когда мне уже не приходится думать, как это делать. Она уже продолжается на автомате. Как в ритм беды вошёл, это 10 секунд. А вот так я буду делать. Ну, так у меня рука меньше устает, поэтому я быстрее автоматизируюсь. в этом действии. А вот так, допустим, ещё быстрее. Так вот, формула автоматизации, вот этот критерий, если я, допустим, перебираю эти действия, прихожу к какому-то приёму, который быстро автоматизируется, то вот этот сам процесс, во-первых, снимает уже напряжение. Во-вторых, это же самые последние достижения, сам процесс перебора, поиска, тренирует поисковую творческую активность мозга. Даже если я не нашёл приёмных, даже если я никакой из них не автоматизировался. Ну, сам процесс вот этого подбора приёмных путём перебора, по скорости автоматизации начатого действия, развивает креативность ума. То есть я другие вопросы какие-то решаю проще и эффективнее. Извини, подумаю, что тут всё время звонят, и, наверное, может кому-то помощь нужна её. Просто позвонят. Алло! Здрасте. Здрасте. Я хотел сейчас спросить, а может, всё из-за такой выпускной аптеки, как по сетевым геннале, этот пазик спрашивает, который из ТЦП и Кашлок, вот, не знаю, как некоторые висецы запоминали? Вы знаете, у меня сейчас съёмка идёт, вот вы можете понять это? Через часа полтора позвоню. Хорошо, хорошо. Вот я удивляюсь людям, вот я хочу это прямо сказать вот сейчас. Вот, допустим, к вам гости пришли, или вы очень заняты, или вы там решили стихи писать, и вот к вам звонит человек, и говорит, вы знаете, а вы его ещё и не знаете вообще, вы ещё и не знакомы, вы не договаривались. Вы знаете, вот я хотел у вас спросить, как вы думаете, вот, я вот занимаюсь тем-то, 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 как вы думаете, ну, что, как вы вообще отнесётесь к этому моменту? Ну, вот человек думает, что все окна домов смотрят только на него, что все только вот заняты тем, чему заняты. Понимаете? Вот это вот, я называю это неуважением, потому что ему и в голову не приходят, может, вы с девушкой сидите, может, с мамой сидите, может, с ребёнком сидите, может, с другом сидите. Меня удивляет. Почему это не может прийти, просто я вижу, в голову человека? Вот это непонятно. Вы как думаете вообще? Ну, уже должен был сначала спросить, извините, вы можете сейчас говорить, или позже перезвонить? Ну, какая-то культурная форма общения же есть, правильно? Сколько вот на 10 звонков таких бесцеремонных у вас бывает, примерно? Да мне жалко просто этих людей, потому что именно этот человек не понимает, почему у него судьба так складывается, а не по-другому. И он думает, что какие-то внешние силы на него плохо влияют, или там вот все такие непонимающие, или там, как наши говорят, враги там какие-то на нас постоянно нападают. То есть он, вместо того, чтобы понять, что он человек, что у него должно быть чувство любви, там все переживания, вот эти базовые человеческие ценности, если их в человеке нету, а потом он удивляется, почему у него жизнь плохо складывается. Вот это вот интересно. То есть я почему об этом говорю, что в книге должно прозвучать, что есть базовые человеческие, общечеловеческие ценности, которые приемы наши, приемы наши только помогают. А самое главное вот это, чтобы человек помнил всегда вот эти базовые общечеловеческие ценности, любить, сопереживать, чувствовать бесценности живого, чувствовать сужой боли. Ну это то, что лежит в основе всех духовных практик, всех религий и всех методов самосовершенствования. Это жизнь, духовность. Духовность думать не только о себе, но и о близких, а чем выше уровень и масштабнее мышления у человека, тем получается и обо всем человечестве. То есть вот поэтому откуда берутся проблемы у человека? Проблемы у человека берутся, когда он вступает в противоречие с людьми именно на этой самой высокой ноте, именно забывая человеческие ценности. Но если бы он помнил, что надо любить и сопереживать и чувствовать бесценность живого, он бы не стал вот так вот со мной сейчас обращаться. Он же, во-первых, меня вынудил потом ему извиняться, объяснять ему, я потом должен напрягаться перед Федей. Ну, с другой стороны, конечно, косвенно у таких людей может быть оправдание. Как раз то, о чем вы говорили, что это среда, и вот самая обстановка на них влияет, и система, вот это расчеловечивает. Расчеловечивает, да. Поэтому мы вот, видишь, ты начал с приемов и правильно сделал, потому что многие люди хотят... Да, и я вот хотел бы, извините... А вмешались именно с ценностями, правильно? Да. Потому что вот же оно главное. А приемы – это инструменты. Так вот, не то, что закрывай эту тему, а просто наверняка тоже всех интересует, и меня тоже интересует, хотя я примерно знаю, но наверняка у вас это развивается. Вы сами какие приемы используете? Я использую очень короткие приемы, потому что я, ты знаешь, после эболюдизации, я использую микросекундные, даже можно сказать. Собственно говоря, эти приемы очень короткие, это даже не синхрогимнастика, дробная синхрогимнастика. Я научился моменты, когда меня стягивают, сковывают из-за нарушения в спинном мозге после операции, травмы шеи и так далее, когда у меня возникают вот эти вот неприятные явления. Их использовать, их использовать для того, чтобы, ну, допустим, у меня напряглись руки, пальцы сводят, а я вот как бы вхожу в тело. Ну, то есть, сказать, это такое ощущение интересное. Я ищу синхронные действия с тем, что со мной происходит. Синхронизирующее движение ищу. Это подход. Поэтому на все упражнения, они синхронизирующие называются. То есть, вот я ищу внутренний резонанс, между тем, вот меня сковывает. Я в этот момент не противлюсь этому, не иду наперекор, чтобы не было лобового столкновения, как автомобили. А наоборот, айкидо как бы было. То есть, я вот, меня сковывает, и я в этот момент в этом же направлении делаю действие. Как бы втекаю туда, в эту струю, и оттуда могу уже, там, синхронизировавшись с самим собой, уже оттуда выйти, туда, куда я хочу. А не так, если бы я боролся с этим, у меня постоянно напряжение бы подскакивало. Даже в какой-то степени завидно вам немного, я так и представляю, что вы, наверное, выбираете, как художник, у вас такая палитра этих приемов, что сейчас вот такое вот, или как музыку сочиняете, да? Сейчас такое, а потом вот такое. Это называется «Я уже слышу себя». Я уже слышу себя. Я читал, что во многих статьях все психологи рекомендуют «Люби себя», «Слушай себя». Проблематично иногда. Да, ну, конечно, проблематично, потому что, если он в стрессе находится, как он себя может слышать? У него все заблокировано. Почему? Потому что у него инстинкт выживания включился. А инстинкт выживания страх, шаблоны мышления, комплексы подражания авторитетам. То есть он в этот момент ничего не помнит, все на него варится. инстинкт выживания, а оцепенение, бежать или бить. Вот эти рефлексы включаются. Ну, как он в этот момент себя может слышать? А вот слышит себя вот та наука, о которой мы сейчас говорим, наука саморегуляции или наука искусства саморегуляции. Наука искусства саморегуляции. О чем мы говорим, как себя услышать в этот момент? Оказывается, вот эти инстинктивные действия от страха выживания можно превратить в эти упражнения. То есть все упражнения последних лет, которые я разрабатываю, я понял, что я их создаю на основе инстинктивных действий человека, но он их делает для выживания, но делает их неосознанно, это инстинкт. Ну, например, он трясется, допустим, у него нервная дрожь, волнение, на экзамене у девочки, у мальчика. Раз, и превратили это в упражнение еврогимнастики. Мы говорим, нервничаешь, потрясись. А он что делал? Он создавал лобовое столкновение, у него был шаблон. Его никто никогда не учил слышать себя, потому что его трясет, а он не может себя слышать, потому что между ним и его инстинктивным самовыживанием в этот момент лежит шаблон, что трястись это неправильно, потому что у него шаблон правильно, когда тряски нет, а когда тебя трясет, значит неправильно. И поэтому он обычно механическим подходом, раз это неправильно, давай мы это запретим. Вместо того, чтобы разобраться, почему его трясет. То есть вот я, тот человек, как психофизиолог, и как психолог, как философ, который разбирался, а почему его трясет. А он не разбирался, и поэтому у него путь услышать себя происходит через того человека, который разбирался, а почему его трясет. И ему же объяснил, тебя трясет, потому что это защитная реакция, ты возьми потрясись, но уже осознанно. То есть открывает ему окно в познании. Ну это ключ два уже, да? Ну да. Ну вот чтобы отринуть все эти стереотипы, которые всю жизнь их учили, ну все, нас всех учили. Ну да, ну естественно, вот ему на морозе холодно. То есть нужен навык какой-то, нужно пройти какой-то базовый ключ получить, чтобы потом уже вот так можно было. Это же он великий прием, велик, ну просто гениальный, конечно. Но я просто хочу сказать, что на этом же все методы и построены. И такой простой. Так на этом же и построены. Например, если мы возьмем метод Джекобсона, там же тоже на напряжении построено. Джекобсон, Джекобсон, великий специалист был, весь мир знает метод Джекобсона, это напряжение, расслабление. Но они во что его превратили? Вместо того, чтобы объяснить, что когда человек испытывает страх, стресс, его организм инстинктивно пытается сжаться, сжаться, и поэтому надо не противоречить этому, а, как говорится, слышать себя. И наоборот, помочь себе сжаться еще больше. И тогда отпустит. То есть идешь ты в русле природы. То есть синхронно своему состоянию. То есть это кто придумал? Джекобсон? Джекобсон-то придумал приемы, связанные с обучением расслабления через напряжение. Джекобсон придумал. Ну а что это превратилось? Что мы знаем по методу Джекобсона? Человека учат сесть, да, и полтора или два месяца заниматься. Чем? Поэтапно. Сегодня он начинает напрягать руки, завтра напрягать локти, послезавтра плечи, потом суставы ног, превратили в эту формализованную систему. Да, в конечном счете, если он будет полтора-два месяца заниматься, он научится расслабляться. А мы говорим как? Ключевой подход. Тебя напрягает, так напряги сильнее и тебя отпустят. То есть тут уже к пониманию обращаемся, а не к формальному выполнению шаг за шагом. Не механическому. Не механическому. Там даже люди не знают, а для чего напрягаться-то. Сегодня это, то есть самого смысла нет. А я говорю о смысле, то есть вам надо напрячься, когда вас напрягает, потому что напряжение, которое у вас возникает, это инстинкт самосохранения. Вы же его не придумали, оно у вас инстинктивно получается, вы с этим боретесь, вместо того, чтобы это использовать, вместо того, чтобы войти в союз со своей природой. Вот по поводу откровения. Вы говорили, вы анонсировали тоже на последнем вебинаре, как научиться быть откровенным самим собой, а я хотел бы меня заинтересовало, я думаю, не только меня, что это может дать? Допустим, я представлю, что в плохой день я пытаюсь быть откровенным самим собой и говорю, ты бездарный, ты ни на что не способен, кто-то говорит, я некрасивая, я неудачная, я толстый, и как это использовать, и что это может дать? Вот эта откровенность максимальная. искренне самим собой и это развитие самосознания, например, я вот думаю, я встретился с человеком, это женщина, это женщина, я встретился с женщиной, и она говорит, я к тебе завтра приеду по делу, по делу приеду, или звонит, вот я ее не видел еще, или женщина звонит, я говорю, хочу с вами решить вопрос, мне очень нравится ваша философия, ваша методика, я слышу женский голос, и потом я сразу ей назначаю встречу, и она приезжает, и я вижу, что она не в моем вкусе. Оказывается, то, что мы говорили, меня вовсе не интересовало.